Посадка туи на дачном участке. Элегантная пушистая туя является настоящим украшением многих альпинариев, аллеи клумб. Это вечно зеленое растение из семейства кипарисовых невозможно перепутать с другим деревом. Она имеет компактную пирамидальную или овальную крону, чешу и видну мелкую 0,2-0,4 см, хвою, кора ствола и ветвей серо-коричневая, которая временем отслаивается. В статье пойдет речь о том, каких видов бывает туя, в чем их различия и особенности, а также о том, как посадить туи на участке. Правильно ухаживать за ними. Туи виды туи, их отличия. Существует два основных вида туи – западная, восточная. Отличаются они по следующим внешним признакам дерева туи – западная одноствольная. Ветви развернуты от ствола в различных направлениях, из-за чего растение выглядит пышным и курчавым. Тем самым образуя несколько стволов по форме ветви плоские и напоминают пластины. Помимо внешнего вида, западная и восточная туи имеют свои особенности в выращивании. Туя западная завезена в Европу и США и Канады. Этот вид выносливый и морозоустойчивый. Можно выращивать на даче при усадебном участке. Культивировать его в качестве комнатного растения, скорее всего, не получится, так как ему требуется холодная зимовка. Туя восточная, другое название, плосковеточник восточный, выращивается в таких странах, как Китай, Корея, Япония. Растение считается более теплолюбивой культурой, нежели западный вид, поэтому его выращивание в открытом грунте в районах с суровым климатом не практикуется. Дерево культивируют как комнатное растение для домашних зимних садов. Интересно, у каждого вида имеется множество интересных сортов, что позволяет выбрать и украсить дачный участок деревом любой формы и цветовой палитры. Посадка растения на даче в открытый грунт. Требование к освещенности и составу почвы вырастить любой вид туи, западный или восточный, несложно, учитывая следующие требования. Культуры к внешним условиям и почве освещенность для посадки в районах с теплым климатом выбирают в меру освещенные участки так, как в полдень, когда солнечные лучи особенно припекают, растению необходим тенек. Кроме этого, выбранное место должно быть тихим и безветренным. Если растение предстоит высадить в северных районах с коротким световым днем, то дерево следует высаживать на открытых участках, защищенных от холодных ветров. Несмотря на тень и выносливость, туя должна получать определенное количество света для формирования красивой кроны. Почва, поскольку это дерево хвойной породы, то для него требуется плодородный грунт, состоящий из дерновой земли, торфа, перегноя, песка. Если участок песчаный и непригоден для туи, его можно удобрить внесением плодородной земли и органики. Посадка, если сорт выбран и приобретен, места посадки определены. На следующем этапе необходимо решить, когда сажать туя на даче лучше всего. Независимо от того, находится саженец в специальном горшке с землей или его корни открыты, временем для высадок выбирают весну, чтобы за сезон растение успело акклиматизироваться и хорошо укорениться. Посадка туи Начинается посадка хвойных туи с рытья ямы под посадку саженцев. Ее размер зависит от того, насколько большая его корневая система. Для свободного расположения расправленных корней растений обычно ширину ямы выкапывают на 40-45 см. Больше для заглубления ее делают Больше на 20-30 см размера корневища. На дно укладывают небольшой дренажный слой из гальки керамзита, затем добавляют почвенную смесь из дерновой земли, торфа и песка. Перед тем, как окончательно засыпать растение землей, шейку саженца располагают на уровне поверхности земли, не выше и не ниже, иначе саженец может погибнуть. Земли около деревца хорошо утрамбовывают, поливают, расход воды 10-15 литров, мульчируют слоем компоста, сосновый корыт, терфа. На этом посадка туи завершается. Пересадка саженцев и подготовка грунта Если для большинства хвойных культур пересадка губительна, то туя эту процедуру переносит безболезненно, главное – сделать все правильно. Туя посадка и уход в открытом грунте заранее проверяют грунт для туи при посадке на новое место, насколько он пригоден для выращивания. Туи, в противном случае, растение может не прижиться и засохнуть. На расстоянии 50 сантиметров от ствола по кругу острой лопатой земля штыкуется, после чего деревца вытягивают с кумом грунта и перемещают к новому месту. В качестве удобрения перед тем, как посадить тую, в яму добавляют залу, перегной и компост. Подкармливы только что посаженные молодое растение регулятором роста, например, эпином. Если почва в месте посадки недостаточно плодородная, то через пару недель можно внести удобрения, содержащие калий и фосфор. Важно! Когда условия по пересадке растения соблюдены, то туя скоро приживется и в первые годы будет быстро расти, формируя пышную крону. Правильный уход после пересадки. Полив рыхление в первый месяц хвойным молодым деревцам для роста требуется много влаги, поэтому их поливают еженедельно, расходуя от 1 до 4 ведер воды, в зависимости от возраста саженца. После каждого полива почва около растения на глубину не более 10 см слегка взрыхляется, делают это аккуратно, так как корни растения поверхностные находятся неглубоко. Уход из-за туя обрезка. Когда туя начинает быстро расти и формироваться, обычно это происходит к 2-3 летнему возрасту, весной ее обрезают. В результате чего крона приобретает нужную форму, лучи проникают ко всем ветвям дерева, оно становится более пушистым и роскошным. Обычно одной обрезки на сезон хватает, но для отдельных видов формирующая обрезка проводится несколько раз. Чтобы дерево не пострадало, необходимо соблюдать следующее правило, за одну обрезку не следует удалять более 1-3 части себля. Обрезка туи под кормка приходит весна и туи не только обрезают, но и подкармливают комплексным минеральным удобрением. Если при посадке саженцы удобрения вносились, то под кормка ему понадобится лишь спустя 2 года. Осень – это пора подготовки, к предстоящей зиме туи прекращают поливать, подкармливать, начинают мешковиной и лапником укрывать кроны. Деревья в приствольные круги засыпают толстым настилом из торфа. Схема посадки на участке Ответ на вопрос, где и как красиво посадить туи на участке, зависит от дизайнерского замысла, личного творчества. Часто туи используют в качестве живописной изгородя для оформления участка. Если участок прямоугольный, то саженцы располагают вдоль ограждений таким образом, чтобы повзрослев, деревья не мешали друг другу. Именно размеры формокроны взрослой туи определяют, на каком расстоянии должны находиться соседние растения, обычно от 1-1,5 метра. Но, если на участке планируется аллея из великорослых колоновидных деревьев, то расстояние при посадке саженцев увеличивается до 3-5-4 метра. Эффектно выглядят в цветочных клумбах, эффектно выглядят на каменных горках, цветочных клумбах одиночные растения, например карликовые. Сорта в виде пушистых шаров, красивые кустарники с раскидистыми ажурными веточками. Решить, какую туи лучше посадить на даче или участке, не просто, в настоящее время слишком много красивых сортов и разновидностей предлагается. Болезни и вредители Особо опасны для туи такие грибковые заболевания – фузариоз, бурая шуттия, цитоспороз. Меры борьбы лечения против грибковых заболеваний проводят, опрыскивая растения раствором картоцида либо бордоской жидкостью с периодичностью 2 раза в месяц. Щитовка вредная насекомая Щитовка вредная насекомая любит поселиться в туи такие вредные насекомые, как тля, щитовка, клещ, короед. Для избавления от них используют препараты рагор, децис. Июнь – время для обработки туи препаратом актеликом. Через пару недель опрыскивание вновь повторяют. Туя – дерево с красивой кроной и ажурными ветвями, которым можно лубоваться целый год и в жаркое лето и суровую зиму. Помимо декоративной роли, очень многие верят в мистическую силу этого вечно зеленого дерева. Есть примета, что если посадить туи на даче или участке, то злые духи и незваные гости никогда не появятся на этой территории. 00 в от артикле ратинг Субтитры создавал DimaTorzok